Продолжение следует... Продолжение следует... Для чего такие соревнования проводятся вообще? Данные соревнования проводятся, как уже сказал, с 5-6 года в целях повышения профессионального мастерства. Всякие соревнования носят соревновательный характер и выявляют лучших и грамотных спортсменов. А какие у нас населенные пункты сегодня присутствуют здесь? Здесь присутствует большое. Присутствует от Государственной противопожарной службы Мурманской области Кандаларский филиал, Кировский, Оленигорский, Кольский, Печенский и Мурманский. Шесть филиалов. А насколько вам нужны молодые, здоровые, профессиональные парни на Севере? Молодые, профессиональные всем нужны, но есть но. Но какое у нас? Где реальный стимул, никто не менял. Поэтому человек ищет где. Но тем не менее у пожарных на Севере зарплата чуть выше, чем на том же юге. Ну и условия жизни же разные. Ну да, согласен. И условия работы разные. Но тем не менее, если ребята захотят, вы их с распростертыми объятиями появитесь, да? Естественно, большого некомплекта мы не испытываем. Ну а текучка, она в каждой организации есть. Кто-то где-то место нашел, кто-то меняет место жительства. Ну ребята приходят, работают. Есть карьерный рост, приходят пожарные, расставят там начальников частей. Ну вот смотрите, идут соревнования, ребята получили некое задание. В этом задании сказано, кто пострадал, какие он получил увечья. И они начинают действовать, огораживать территорию. Дальше их задача оценить состояние тех, кто пострадал. Разбить окна так, чтобы они при этом не пострадали. Оказать первую медицинскую помощь, которую можно оказать. Вытащить их на носилках и унести отсюда. На самом деле процесс непростой. И в фильмах мы когда видим такие ситуации, ну достаточно быстро все происходит. Оперативно, активно и просто вроде бы как. На самом деле все не очень просто. Здесь усредненная ситуация у нас, да. То есть это не самая жесткая авария. Не самая простая, такая усредненная. И тем не менее приходится много факторов держать в голове. Но наши ребята подготовлены. И давайте посмотрим же, как они справляются с подобными задачами. Рассказывай, каково это вы статистом? Статистом нормально. Нормально? Тебе штаны порвали уже, я видел. До конца соревнований ты вообще без одежды останешься. Нормально, через два года новую полную. Какие бонусы есть у спасателя девушки? Ну, возможность работать наравне с мужчинами. Так, а мужчины, как вообще вас понимают, когда у них коллега девушка? Ну, когда я появилась в службе, появилось негласное правило, что спасатель пола не имеет. А, ну это, ну, для вас это плюс или минус? Для меня это плюс. Что было самое сложное вообще в ходе подготовки к данным соревнованиям, например? Ну, в принципе, ничего сложного не было. Просто доработать до автоматизма все действия. Вы за что конкретно отвечали в своей группе? Оператор станции. Рекомендуете ли другим девушкам, которые подумывают идти или не идти в спасателей, эту профессию? Ну, стоит взвесить все за и против, конечно. А за это какие? За это, ну, возможность реализовать себя в более сложных условиях, развить какие-то свои физические, умственные способности более и выше, потому что спасатель, ну, это огромный кругозор знаний. А против? А против. Сложность, психологический фактор, ну и физический. Вы уже участвовали в реальных спасениях людей, да? Да, да. Ну, какие ситуации возникали по работе? ДТП, высотные работы. Здесь самое сложное такое. А высотные работы-то что имеется в виду? На крыши домов заходили, когда там суицидники были. Ничего себе, вы их прямо, ну, как бы, ну. Ну, все обходилось. Все хорошо, да? Слушайте, опасная вот такая сложная работа. Заходи, заходи! Оградите. Ну, и вот представитель Североморской команды, которая первая у нас сегодня участвовала. Как ощущения, впечатления от ребят? Ну, ребята выступили достойно. Конечно, всегда есть к чему стремиться, да? Время показали все равно достойно. Тем более, конечно, было сложно, что выступали первые. Первым всегда тяжелее. То есть лучше первыми не выступать? Конечно, лучше первыми не выступать. Но сегодня вот так, скажем, судьба распорядилась, что выступили первыми. Насколько вот эта ситуация соревновательная похожа на то, что в реальной жизни происходит? Во многом похоже. Во многом порядок действий, конечно же, схож с тем, что происходит на реальном ДТП. Но, конечно, стоит отметить, что все ДТП бывают разные. Скажем так, это усредненная, да, скажем, такая ситуация. То есть не бывает такого, что все делается на ДТП одинаково. Бывают разные варианты. Бывают там столкновения, скажем, лобовые, бывают боковые, бывает переворачивается. То есть нельзя такого единого, какого-то порядка выработать. Здесь у нас, как бы, такой, скажем, усредненный, да, такой соревновательный порядок. Да, да. Мы сдаем зачет. А завтра зачет. А, у вас завтра зачет? Да, да. Экзамен. Я просто в шоке, почему? Потому что парни на соревнованиях статисты кружочкой образовали. О чем поговорить? О спорте, о хоккее, футболе. Они об обязанностях газозащитников говорят. А, придумано. Ну, давай-ка, какие обязанности газозащитников? Ну-ка, давайте сходу мне. Совершенствую свою профессиональную, медицинскую, специальную и физическую подготовку. Мы в постоянной боеготовности. Ага. Содержать в полном техническом исправном состоянии СИЗО. И закрепленное за ним оборудование. Пожарно-техническое вооружение. Слушай, ну, парни сдали. Начальство, посмотрите там, оцените. Субтитры подогнал «Симон»